Приветствую вас. Я думаю, что ваша основная проблема заключается в том, что вы слишком сильно ориентируетесь на других людей, на подругу, на молодого человека, я так понимаю, с которым вы уже не общаетесь. И основная проблема заключается в том, что вы хотите, что вы пытаетесь вот от людей что-то получить для себя. И это на самом деле не хорошо, потому что этим самым вы обесцениваете себя, этим самым вы обесцениваете свои действия, этим самым вы игнорируете свои собственные чувства, этим самым вы ставите себя ниже, чем другие люди. Вот. И, соответственно, все больше и больше растворяетесь в них. Значит, вы пишете следующее. Как правильно расставить точки? А правильно расставить точки у вас не получится, потому что нет такого понятия, как расставить именно правильно точки. Вот. Потому что правильных точек не бывает. Вот. Весь акцент, который вам нужно сделать, это ориентир на себя. На себя самому. То есть, что для вас правильно. Ну, например, в случае с подругой, да, мне кажется, ваша дружба, она прекратилась уже. То есть, вы не сможете ее сохранить. Вот. Ну, вы не сможете сохранить дружбу, потому что у вас вообще есть сомнения. Сомнения в себе и в ней точно. И именно поэтому, именно из-за этого, точнее, вы, собственно говоря, уже дружить скорее всего не сможете. Вот. Но обратите внимание, как вы все равно, да, пытаетесь что-то добиться всего-то от людей других. Вот. Понимаете? И пытаетесь вы добиться только по той причине, что, ну вот, на себя вы не опираетесь. Поэтому, вот, в чем вы сомневаетесь, да, в себе, в контексте себя, вот этот момент нужно исследовать и, соответственно, разбирать. Дальше. Вы пишите, когда есть ревность и обман. Смотрите, какая штука. А ревность, это, с одной стороны, чувство собственничества. То есть, отношение к человеку как к вещи. из той установке, из той позиции, что он должен быть только вашим. И, соответственно, это ставит вас выше, чем, ну, чем другой человек. заставит вас выше. А поскольку в реальности происходит не так, ну, то есть, в реальности вы не выше, то это вас очень сильно травмирует. Ревность, в том числе, свидетельствует о том, что вы боитесь, например, одиночества. То есть, вы боитесь остаться одна, вам некомфортно наедине с собой, вы не принимаете себя такой, какая вы есть. То есть, здесь, если я прав, тоже нужно в этом направлении работать. Вот. Дальше. Следующий момент заключается в том, что ревность, это нереализованность, собственно. то есть, самостоятельно, вы не реализуетесь. Практически. Получается. То есть, слишком, ну, слишком много для вас, вот, слишком большую роль для вас играют, ну, вот, как раз, другие люди, но не вы сами. В результате всего тоже могут быть сложности, проблем, проблемы и так далее. Ну, и последнее, что определяет ревность, это своеобразное отношение к сексу, как таковое. Восприятие секса, как что-то грязное, как что-то ужасное в глубине души. Это ревность. Что касается обман, то с обманом, конечно, происходят довольно необычные истории практически всегда. Это связано с тем, что, если обман скрылся, и если человек не жалеет о том, что он обманывает, к примеру, вас, то в этом случае можно говорить о том, что вы просто человека не знали. Ну, вы не знали, какой человек на самом деле, к примеру. У человека получилось вас провести в том смысле, что скрыть, скрыть себя настоящего. Ну, скрыть так, скрыть такого, как думали, есть. На самом деле был. Вот. Это очень важный момент, потому что, ну, как бы, это значит, что человек другой, вы просто не заметили, не хотели замечать. Ну, в общем, не особо имеет значение. Ну, вы считаете, вы считаете, вы думаете, что человек так поступать не должен был. Что человек не должен был поступать так. Это одна из ключевых ошибок, потому что вы отрицаете реальность. Ух, вот. Если бы человек расскажется бы в том, что сделал перед нами, то, ну, вы увидели бы, что ему стыдно, что ему плохо, а вот он нас обманул, то в таком случае, конечно, можно было бы говорить о том, что, ну, это действительно обман, и что можно говорить об мошенниях между вами, как таковы. Дальше, вы пишете, меня обманула подруга, я об этом писал ранее, один факт доказан, остальное, ну, и додумано по кофеным признакам, ею не опровергнуто. Ну, вот здесь всё, вы начинаете уже копаться вот в этих расследованиях, что это, по сути, это мастерский труд. Вот. Какие факты доказаны, какие факты не доказаны, всегда будете сомневаться во всём, поэтому здесь ещё раз повторю, ориентироваться нужно исключительно на себя. Ну, она считает, что оправдываться нет смысла, это верно, это верно, оправдываться нет смысла для неё, это значит, что она вам уже давно не подруга. Была беседа, кстати, о чём она обманулась, собственно, у вас. Была беседа с ней по вайберу, но больше эмоций, поясните, она ничего не хочет. А как эмоции, если она говорит, что оправдываться нет смысла? Странно. Потому что ей всё равно, так как я верю другим, а не ей. А почему верите другим, а не ей? Но она не привела ни одного факта в оправдании своих действий. Почему она должна оправдывать? Я расскажу вам, что происходило. А почему она должна быть? Откуда у вас такое впечатление, что она должна быть? Несмотря на то, что я её просил объяснить, чтобы сохранить друг друга. Нет, на самом деле так не работает. Вы, по сути, перестали бить подругами, когда усомнились в ней. Вы. Я вас не обвиняю, я просто говорю, что это по факту. А, действительно, тоже она предложила спросить у мужчины мне самого. Тут, скорее всего, человек просто всё-таки уже не вашу подругу давно. Я не могу успокоиться, почему. Эта ситуация не выяснена, меня глосят. Чем она вас глосят, Кристина? Не могу общаться с ней. Очень неприятно. Ну, а почему вы должны с ней общаться? Это первое. Если вы не хотите, второе. Если вам неприятно, нужно выяснить, почему. Скорее всего, вы себя в некоторой степени с ней сравниваете. Появились мысли поговорить об этом с ним, но с ним я прекратил общение, и что ему мешает соврать или не договорить? Вот здесь вы не доверяете себе раз. Второе. Поговорить с ним для чего? Третье. Вы прекратили общение с ним почему? Она ему в итоге оказала услугу. Не знаю, возмездной имени в любом случае. О какой услуге речь? Непонятно. Мне так больно. Изучил... Знаете, вот, изучила вам больно. Больно. Больно вам потому, что что-то случилось не так, как вы считаете должно быть, и что-то вас задело. Вот. Нужно исследовать. Нужно исследовать, что вас задело. Конечно, хочется верить, что это не так, как я... Чтобы что... Что мне делать? Что-бы что? Поговорить с ним или попытаться это ему закрытие всё вычеркнуть? Ну, вы можете, вы можете поговорить с мужчиной. Я, правда, не понимаю, зачем. Не понимаю, как вознимать отношения, какие у вас ожидания от него. Но поговорить с мужчиной вы можете, конечно. Но ещё раз повторю. Доверять вам нужно самой. Самое старешение. В конечном итоге вы будете принимать только вы сами. Дальше. Её видеть не могу. Из-за чего, опять же, почему? О мыслях о них внутри всё пылает и жёт. Ну, это ревность. Это ревность. Есть факты подтверждающие, что она обманула меня. Это уже недоверие себе ей. Очень много мыслей и эмоций уходит на это. Из-за чего? Почему? Почему для вас так важно? Свой друг, мудрый совет очень. Слушайте, ну, как бы, понимаете, мудрость – это зрелость. Мудрость – это понимание своих ограничений. Мудрость – это понимание того, что мы не вправе оценивать, мы не вправе ценить, мы не вправе считать, что правильно, а что нет. Поэтому здесь совет может быть только такой. Подумайте, почему вы считаете, что то, что происходит, быть не должно. Почему? Я верю в добро и зло, его нет. Это детская позиция. Мир не белый и чёрный. Мир стоит из полимеров. В честь и совесть – это другие качества. Ну, знаете, про честь очень хорошо написал Шопенгауэр. Я полагаю, что вам будут почитать Шопенгауэра «Очисты», ну, так называется, Шопенгауэр «Очисты», простите. Но касается совести, то совесть, она бывает разная. В большинстве своём совесть – это голос суперэго, родительский голос, который… заставляет делать какие-то вещи, вот, не всегда позитивные, не всегда хорошие, вот, и так далее. То есть это вот… Ага, что такое совесть? Сама по себе, в чистом виде совесть встречается довольно редко. Поэтому я не думаю, что как о таковой совести здесь можно говорить в дружбу. В дружбу не нужно верить, её нужно строить. В любовь нет, наверное. Ну, вы знаете, любовь существует вне зависимости от того, верите вы в нее или нет, потому что она доказана. Она доказана, и она существует как факт. Верите вы в нее или нет – это не важно. Предательство знает, что есть, но не хочу стать ещё черствее. Вы станете черствее, если не будете полагаться на себя, если не будете самостоятельно решать свои… ну, свои… проблем. Если вы не будете опираться на себя при принятии решения, то вы станете черствее, потому что вам придется специально защищаться от людей, и вы не будете им доверять, и, соответственно, будете выглядеть как очень черт-чертый. Вот. Ага. В целом, я бы поработал с вашими ожиданиями, с тем, что я говорил по поводу ревности и обмана. Вот. Ну, и, наверное, с разграничением ответственности. А в целом, страх одиночества и страх быть брошенной – это вот то, что мне видится. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Я… если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.